всем привет еще раз я решила поесть свой любимый лапшу чаджина который сладкий соус составе черный бобовый сладкий соус всем приятного аппетита если вы тоже будете есть мне к сожалению некуда поставить мою тарелку я буду есть стоя зрительно все горячее только-только приготовила и добавила сюда несколько креветок соус очень вкусный соус очень сладкий составе соуса я даже читал что идет картошка вообще очень приятная такая немножко резиновая в азиатском стиле резиновая не в плохом давно хотела на самом деле делайте а а а а и Когда мой папа гостил у нас, я хотела его угостить такой лапшой, но он отказался. Он предвзято относится к подобного плана бич-пакетам. Я его понимаю, но на самом деле это совсем другой вид доширака Ролтона. Оно все вкусное, сытное и вполне себе самостоятельное блюдо. Ммм, очень горячо. Очень мало я знаю людей, которые реально любят лапшу быстрого приготовления, как я. Очень мало взрослых людей. В основном, конечно, все относятся плохо к этому. Не едят совсем. Ммм, это у меня набор одноразовых палочек. Вот такой набор. Я купила его за 8,60 шекелей. Тифтан. У меня есть не одноразовые, но они... Палочки не одноразовые, но они довольно скользкие. Ими неудобно есть. Особенно супчики с лапшой неудобно ими кушать. Горяченькое, очень вкусное. Соус такой приятный. Ни капельки не острый. Здесь даже попадаются куски а-ля говядины тушеной и картошки. Да, в этот соус входит картошка. Я даже думала, в какой-то момент, может быть, мне не заказывать лапшу, а сделать самой соусик. Лапшу просто азиатскую какую-то купить. Но потом я поняла, что нет, я не хочу ничего делать. Я хочу оригинальную лапшу. Я хочу оригинальную лапшу. Эти я только что покормила. Теперь можно и самой. Такой уж у меня завтрак. Написала сейчас своему папе, спросила его, как я ела в детстве, в глюшином возрасте. Насколько я помню, меня заставляли есть. Бедная бабушка со мной мучилась, как я не знаю, уговаривала. Когда я стала чуть постарше и помудрее, я стала скидывать нелюбимую еду, а именно кусочки мяса, под стол своей собаки. И однажды бабушка это увидела. И после этого мне был полный капец. Конечно, бабушке было обидно и неприятно. Сейчас я ее прекрасно понимаю. Но я по себе не являюсь антифанатом мяса. Я не люблю в целом и общем мясо. Очень редко могу его поесть. Если мы говорим о говядине, о свинине. Задатки вегетарианцева мне были с самого начала. По всей видимости. Этот звук соуса. Мы еще даже не получили даркон. Даркон это загранпаспорт израильский. А мой муж уже мне предложил идею. Может быть мы урвем момент. И до конца зимы сгоняем в Европу. Я так подумала, с двумя детьми в Европу. Зимой у нас нет подходящей одежды. В Европе намного холоднее, чем в Израиле. Я сказала ему, что это реально. Если, во-первых, оставить Михаля с его родителями. С моими свекрами. Потому что Михаль у нас сейчас самый неуправляемый член семьи. С Люшей, если поехать, это будет и комфортно, и прикольно, и здорово. Она уже многое понимает. Она уже общается. У нее останутся воспоминания. С Люшей будет классно. У меня уже появляется внутри желание большое. Куда-то с Люшей ходить, выходить, выезжать. В кафешки те же. Но из-за того, что еще Михаль с нами, я, конечно, отменяю все эти затеи. Ну так вот. Если Михаля оставить с родителями мужа, и поехать всего на пару дней, например, на выходные, то это реально в моей голове. Если ехать на неделю и больше, и с двумя детьми, то это плохая идея. Не знаю, что из этого получится. Ну, я Ашеру прекрасно понимаю. Столько лет мы мечтали с ним. Безвизовый режим. Для меня, потому что у меня российское гражданство. Для граждан Украины не нужна виза в Европу, в Евросоюз. Для нас, для русских, нужна. Заранее все решить. И заранее сделать визы. Поехать в Тель-Авив. Потом поехать забрать. Куча документов. Оплата. И страшно, если потом это еще все сорвется. А и страшно, что они могут не дать. Ну, вообще какая-то разрозненная, знаете, в семье. Дети израильтяне, муж израильтянин. А маме надо постоянно, как рыжая, ездить и визу оформлять. Если говорить о полете в Америку, то там тоже израильтянам очень легко дают визу. А мне, как русской, при том, что я уже семьянин и все такое, у меня могут возникнуть проблемы. Мне даже могут отказать в визе. Что нам тогда делать? Все члены семьи могут полететь, а я не могу. Представляете? А теперь, если у меня есть гражданство Израиля, то это намного проще будет оформить. Я очень скучаю по Европе, по нашему путешествию майскому. Аша все настолько здорово оформил для нас, сделал, организовал. Это было реально классно. Дети были просто прекрасные. Люша, Михаил еще был в рюкзачке, да в коляске у нас. Он еще не очень хорошо ходил. Нет, он уже хорошо ходил, но он еще не рвался убегать от нас, знаете, удирать. Как можно дальше? Как он это делает сейчас? Мне сейчас попалась говядина. Очень вкусная. Такая тушеная, волокнистая. Такую я люблю. Такие кусочки без жира когда. Можно уже не остужать. Уже не наличие. Летом нам бы очень хотелось поехать на Кипр. Если раньше я осуждала людей, которые постоянно ездили в одну и ту же точку каждый год, то сейчас, будучи мамой, маленьких деток. Я просто обожаю Кипр. И я больше ничего не хочу, если честно. Вот мы когда были в Турции в сентябре, Аша говорит, давай еще раз поедем, давай снимем ту же самую виллу, которая у нас была. Мне не хочется. Мне не хочется в Турцию. Мне она не нравится. Кипр другое дело. Особенно если мы говорим об отеле в Турции ко всему. Даже люди доброжелательные в Кипре. Мне очень понравились киприоты. Там много британцев также, естественно. Сфера услуг. Там очень приятно находиться. Там очень приятно быть вне отеля. Там очень приятно быть внутри отеля. Наш отель называется Capital Cost. В который мы ездили уже много раз. И вот, если мы говорим о Кипре, то мы представляем именно его. Потому что это полный расслабон. Это полный спойлингс. Когда тебя балуют. Тебя там и кормят, и поют, и все остальное. Там очень хороший контингент отдыхающих, кстати говоря. Несмотря на то, что со всех стран есть. Там очень люди цивильно себя ведут. Я уже наелась. Наверное оставлю. Не знаю, буду ли потом доедать. Наелась я. Так что... Спасибо вам, что были со мной. По поводу поездки будем думать. Еще есть время. Еще есть время. Времени дофига на самом деле. Но дело в том, что нету Даркона до сих пор. Даркон я получу, я думаю, в течение трех недель. Также мне пришлют новый мой Теудат Зеут. Пластиковая карта. С измененной фамилией. Также мне нужно поменять права. Этим я еще не занималась. Нужно поменять все банковские карты. Этим я тоже еще не занималась. Потому что на всех банковских картах стоит Ольга Мирошникова. А теперь я буду Ольга Лугаси. Я уже вообще-то Ольга Лугаси. Мне даже не верится. В соцсетях я, кстати, писала фамилию мужа всегда. И где-то на подсознательном уровне наполовину я, конечно же, себя тоже всех нас отождествляла Лугаси-Лугаси. Но я всегда помнила, что в своих документах я Мирошникова. А теперь я не Мирошникова. Это очень классное чувство. Мне нравится. Спасибо, что вы были со мной. Увидимся с вами в следующих видео. И всем бай-бай.